И вот предстоящие российско-китайские военные учения «Восток-2022» могут расцениваться как ответ России и Китая на действия западных стран. Дели Экспресс пишет, они деньги что ли заплатили китайцам? Как это может расцениваться? Путин огромную армию китайскую пускает на свою территорию, они там постоянно все изучают, ходят там пешком, знают каждый закоулок, держат там военную технику. Это, как еще раз, ответ России и Китая западу. Это какому же западу? Это Россия снимает штаны, мажет жопу вазелином, разворачивает китайской армией и говорит, давайте с вами учение проведем. Давай, говорит, ага, проведем утенье. Безумие. За отказ от российского газа Евросоюз будет платить Китаю, который контролирует 84% производственного цикла солнечных батарей и так далее. И вот вопрос к всему миру. Китай 84% солнечных батарей контролирует. Почему? Зачем ему, Китаю, это отдали? Вот сейчас в Европе, сейчас в Канаде, в Австралии, в Америке огромное количество стартап, которые придумали панели, обычные панели, которые являются крышей дома и при этом являются солнечными батареями. Придумали пленки, которые на любую поверхность можно наклеивать, и это тоже солнечная батарея. Придумали краску, которую можно, и которой можно что хочешь красить и подключаться, и это тоже солнечная батарея. Кто-нибудь озаботился из правительства? Помогает, может быть, этим? Нет. Так почему же они Китаю помогают? Вот вопрос. То, что они делают с Китаем, это прямая помощь этих правительств. Они помогают Китаю, не помогают своим. Что проще было бы создать роботов, вернее, они созданы и покупает их Китай. Что проще было бы их разместить на своей территории. Почему Маск должен в Китае размещать свое производство? Почему не в Америке он должен размещать? Почему все отдают Китаю? Лифтерные перевозки отдали Китаю, производство солнечных панелей, производство других систем, которые используют альтернативные источники. Это очень серьезно. И это не ошибка, понятно. Это преступление. Китай стал активно продавать европейским компаниям излишки сжиженного природного газа, купленного у России. Видите, как здорово. То есть, Китай стал посредником, получает сверхприбыль громадный. Почему? Знаете, контракт с Китаем, помните, насколько был заключен, на какую сумму? Сумма не менялась, потому что она не может меняться по силе Сибири. Помните сумму какую? Она чуть больше 200 долларов за тысячу кубов. Чуть-чуть, я уж не говорю, 220, что ли, я не буду врать, или 260, но это не имеет значения. Пусть 260. Можно себе представить, по 260 продают газ, который Китай отправляет дальше по 2,5. Вот, 5 баллов, 10 раз Китай зарабатывает. И кто такую жизнь Китаю обеспечит? Путин, Вова. И когда вы мне говорите, что он не китайский шпион, прекратите. Путин, агент влияния Китая, китайский шпион, 100%. Охренеть, как русские любят распоряжаться землей крымских татар, давайте решим, покуда Россию китайцам отдадим. Да очень легко, уже решили, без вас решили. Россию отдадут Китаю по Львов, по Брест, литовский, но имеется в виду белорусский. Ну, я думаю, что и туда могут войти и совсем те, кто на это не рассчитывает. Ну, например, Прибалты, которые сейчас думают, что там с Россией что-то случится, а у них будет все в порядке. Не будет, потому что если Китай зайдет в Калининград, то там уже будет не Россия, а в Калининграде. И Прибалтика будет зажата внутри Китая. И долго она там просуществует? Я думаю, ставлю пять лет, не больше. Так что вы особо сильно не переживайте насчет Крыма и всего остального. Я думаю, там Эрдоган еще с Крымом поразвлекается, но недолго, недолго они будут развлекаться. Тюркский мир создают, он его создаст, Тюркский мир. Россия развалится, Эрдоган это создаст, но ненадолго. Потому что этот тюркский мир станет китайским, так же как русский мир станет китайским, это совершенно однозначно. Поэтому сейчас мы благодарны Горбачеву за освобождение тюрьмы народа. Дай Бог, Российская империя сдохнет окончательно, Россия не заслуживает такой большой территории. Странная ситуация. Заслуживает или не заслуживает, это не вы решаете. Если у кого-то есть такая большая территория, то она же не просто так. Она же не упала с неба. Ее не подарили. Когда народы между собой решали вопросы, кому быть на какой территории, Англия занималась колониальной деятельностью, Франция тоже. Германия не успела туда войти. А у России получилась самая большая территория благодаря чему? Благодаря войнам и исследовательской деятельности. Так это назовем. Поэтому я думаю, что ни Держнёв, ни Хабаров, ни многие другие с вами не согласятся. Имеет ли Россия право или не имеет. Слава, в империи с ней будет никакого народовластия. Каких, блядь, что с головой? Вы просто антр-23. Я не знаю, кто вы. Я вам объясняю, что Россия – это форпост, который защищает мир от Китая. На сегодняшний день, как это ни парадоксально, нужно уничтожить Путина для того, чтобы восстановить Россию, для того, чтобы защитить мир и европейскую цивилизацию от Китая. Не будет России пиздец всей европейской цивилизации. Китай сожрёт всех. Даже я не сомневаюсь. Так что, имперец, перец я или ещё кто. Я разумный человек, понимаешь? Просто разумный. Иногда я смотрю и думаю, блядь, так я что, единственный разумный? Остальные голбоёбы, что ли? Вот, появились, тоже разумные. Вот мне сегодня прислали только. Заметные колебания продолжают испытывать потенциальные союзники России. И распространились слух, что США и Китай якобы готовят крупные соглашения, в котором определяют судьбу отношений с РФ. Да. Планы строят в связи с ноябрьским саммитом G-20. Помните, что я вам говорил? Помните, говорил полтора года назад, что Си Цзиньпин будет добиваться, чтобы приехал Байден, да? И чтобы попросил его забрать Россию вместе с ядерным оружием и совсем, ну, не трогать там этот Тайвань и прочее. Об этом был разговор тогда. А сейчас вот до некоторых начало доходить, до самых умняшек. Потрясающие люди. И там рассказывают, кто-то им перец, кто-то перец. О чем вы говорите? Головой научитесь думать. У меня нет в данном случае никаких предпочтений империзм. Я анархист по жизни. Просто анархист. Я не люблю любую форму государства. Государство – мой враг, личный враг. Я ненавижу любой государств. Да фу, Китай с Тайванем решить не может. Красная нефть. Чего у вас с башкой? Китай не хочет решать с Тайванем. Вот сейчас ему сказали, Тайвань забираем. Сказал, не надо вы чё? Зачем Тайвань? Там китайцы живут. Ну, чего у вас в башке? Там живут китайцы. Они когда не станут другими? Они, может, на другом языке начнут говорить. Может, не палочками будут ездить, а вилками? Не будут. Они китайцы. Их не нужен никакой. Ну, Тайвань. Ему нужен Китаю шухер вокруг Тайваня. Стратегемы. Откройте и прочитайте. 36 стратегем. Ну, никакой проблемы нет. Прочитать стратегемы и посмотреть, как действует Китай. Ровно в соответствии с этими стратегемами. Жуть, конечно. Бля, почему люди долбоюбы? Вот, блин, это ужас какой-то. Мне говорят эти вещи, которые, ну, элементарно, уже видны они, да? Вот уже видно. Всё. Уже нет России. Уже Путин, блядь, сдал. Всё нахер. Уже Си Цзиньпин сейчас договорится с Байденом, и от Байдена уже ничего не зависит. Он в любом случае договорится, потому что эту проблему решили 50 лет назад. Эту проблему Никсон решил с Мао Цзэдуном. Они всё это запрограммировали, и всё это так и идёт, как они запрограммировали. Уничтожение Советского Союза. Только Советского Союза уже нет. Поэтому будут уничтожать Россию. Ну, я думаю, что это китайские тролли зашли, вы же понимаете. И это китайские тролли. Фидель Гилмор, дядя Слава Савкодрочев. Что ты под этим подразумеваешь? Я присягу принял Советскому Союзу. Ничего плохого, особо плохого я про Советский Союз не могу сказать. А относительно других стран, что они лучше, что ли, Советского Союза? Такие же. Такое же государство. Я ненавижу как то государство, так и все остальные. Я анархист по жизни. Будем ли мы строить Советский Союз, если я приду к власти? Однозначно нет. Будем строить народовластие, будем строить кибер-народовластие. А как я должен относиться к Советскому Союзу? Я в нем родился, в Советском Союзе. Я в нем вырос. Меня воспитали, выучили, лечили. Я получил образование, служил в армии, принял присягу Советскому Союзу. Что я как-то должен по-особенному относиться, как там отморозки всякие, демс-шиза. Это самое плохое государство. А другие-то чем лучше? С Китаем будут боевые действия или тихо все заберет? Посмотрим. Китай рассчитывает все забрать тихо, но нас это не устраивает. Абсолютно не устраивает. Китай сидит и ждет, пока проплывет мимо труб рашки. Китай не ждет. Китай очень хорошо действует, очень эффективно. Китай тоже народовласть. Ага, народовласть в Китае. В Китае фашизм, голубчик. Фашизм. Понимаешь? А не народовласть. И не коммунизм никакой. Поверьте. В Китае фашизм настоящий. То есть идеология национального государства. Как она будет развиваться, очень легко предположить. В условиях кибертирании. То есть все в конце концов будут ходить в ошейниках. Вот такой будет народовласть. Слушайте, вас слава приятна лежать, только жить в эту пору прекрасную, лишь не придется ни мне, ни тебе. Вы знаете, что я вам скажу. А это же от нас зависит, придется в эту пору прекрасную жить или нет. Это от нас зависит, потому что вариант только два. Либо кибертирании, либо кибернердовласть. Если вы хотите, понимаете, вот когда вы говорите, что жить не придется ни мне, ни тебе, и вспоминайте другие еще стихи классика Некрасова, да, там, когда бы зажило плечо, тянул бы лямку, как медведь, а как бы к утру помереть, так лучше было бы еще и прочее, и прочее. Вы знаете, о чем это говорит? О том, что если будут все такие, как вы, то не придется нам жить в форме прекрасную, это точно. За счет чего мы можем только победить? За счет уверенности, что мы этих гадов уничтожим и построим то, что нам нужно. Только за счет этого. У нас нет больше ничего. У нас должна быть только вера в себя, вера в своих командиров, своих лидеров, и все. Другого ничего нам не дано, чтобы победить. Воля, все, кроме воли, у нас нет ничего, чтобы победить. Воля во всех ее проявлениях, в виде свободы, в виде силы воли и так далее. Во всех проявлениях. А нет, на нет суда нет. Поэтому, когда много людей появится, которые готовы победить, мы победим. Обязательно. А если не появится, то, конечно, все просрем, будут китайцы и европейской цивилизации хана. Причем во всех ее проявлениях, включая США. А вопрос, вы часто говорите, что на Тайване живут китайцы, и что, мол, рано или поздно Тайвань будет китайским. Но ведь, например, корейцы тоже одна нация, живут совершенно по-разному. Почему вы не допускаете, что тайванец не смог жить отдельно от Пекина? Спасибо. И сколько-то корейцев будут разделенной нацией, вы мне скажите. Тысячу лет? Пятьсот? Давайте с вами забьемся, что Корея воссоединится. Но я до этого, может быть, не доживу. Но я рисую вам 30 лет. Это максимальный срок 30 лет. И я думаю, что в ближайшие пять лет будут изменения. Но рисую так на всякий случай 30. Поэтому, какая Корея? Или вы скажете, а вот Германия была разделена. Ну, еще. Ну, была она разделена. А сейчас что? Так что, это... Дело не в том, что они будут жить в одном государстве. Может, и государства скоро не будет никаких. Дело в том, что как на Тайване жили китайцы, так и будут жить. Там не будут жить корейцы, или украинцы, или русские, и так далее. Или американцы. В этом суть. Китай – это вечная империя. Они живут тысячелетними понятиями. Поэтому они это прекрасно все понимают и ржут. Когда они все это делают, они там из себя страшных-страшных таких пытаются, да, бумажных тигров сделать. Ну, как они делают бумажных тигров, бумажных драконов на свои праздники, так и здесь. Вся политика – это бумажный дракон, бумажный тигр. А эти ведутся, ну, или делают вид, что ведутся. Потому что это нужно вестись для того, чтобы поделить Россию. Нужно, чтобы карта была определенной в этой игре, чтобы был Тайвань. Все очень хорошо. Вы не трогаете Тайвань. Да, Керс не с Россией. Россию трогайте. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...